В первом перерыве на наш вопрос отвечает нападающий магнитогорского металлурга Михаил Якубов. Михаил, ну что ж, первая часть регулярки подходит к завершению. Магнитка борется с трактором за первое место на Востоке. Насколько держите эту борьбу вот в уме? Ну, я не знаю, наверное, после игр все таблицу смотрят. Наверное, всем приятно быть на вершине таблицы. Это атака именно, что каждый там держит в уме, что мы там боремся с трактором. Выходим на каждую игру, играем, боремся. Надо зарабатывать очки, а не смотреть там, кто как играет. Поэтому от нас все зависит. В прошлом году встреча в Магнитогорске с командой Андрея Назарова запомнилась всем болельщикам. Сейчас Назаров тренирует уже Северсталь. Насколько заметен вот этот его фирменный почерк силовой? Ну, в прошлом году команда чуть другая была у них там в Витязи. Поэтому тяжело сравнивать. Но крайне бегут, втыкаются. Поэтому тяжело сказать, насколько так сильно изменился. Я думаю, что все к этому готовы. В принципе, знают, что будут сталкиваться в своей зоне. Поэтому надо помогать защитникам сзади, подкрикивать, чтобы, скажем так, было все намного комфортнее для них. Ну и последний вопрос. Металлург вышел вперед. Северсталь догнала. Как действовать дальше? Ну, в принципе, неплохой период. Пропустили как раз мы контратаку эту, что обидно. Хотя могли до этого сами там забить. Но 1-1. Арий пару хороших сейвов сделал. Поэтому будем настраиваться, как всегда, на выходить. И держать шайбу в их зоне. И стараться не терять ее на синей линии. Спасибо и удачи. Во втором перерыве на наши вопросы отвечает нападающий Череповецкой Северстали Пахрудин Гимбатов. Пахрудин, в двух предыдущих матчах Металлург забросил соперникам 14 шайб. На что делали упор, когда разбирали игру магнитогорской команды? Ну, то, что ребята мастеровитые, там магнитки собраны. Тренеры говорили, что, ну, чтобы покомпактнее играли, силовой хоккей, потому что они не любят. Ну, в принципе, чтобы внимательно сзади и попроще впереди. Андрей Назаров традиционно считается приверженцем хоккея с развитой силовой игрой. Насколько вот это чувствуется в тренерской работе? Не, ну, конечно, чувствуется. Каждая установка нам говорит, что побольше играть в тело. Ну, то, что играем в давление, а не в откат. Так что, конечно, чувствуется то, что североамериканская школа. В продолжении вопрос, болельщики разделились на два лагеря в отношении вас. Кто-то считает вас чистым форвардом, кто-то больше силовым игроком. Как вы сами определите ваше амплуа? Ну, я силовой форвард, понятное дело, то, что у меня же габариты большие, надо играть силовой хоккей. Если бы я там играл за счет техники, это не мой хоккей. Так что силовой, да. Ну, и, наконец, третий период впереди. Северсталь пока уступает. Что надо сделать? Как строить свою игру? Ну, как сделать? Побольше бросков на ворота, побольше давления. Ну, и, конечно, стоит немножечко везения нам. Спасибо. Спасибо и удачи. Спасибо.